всем привет друзья вы на канале контрольная рыбалка меня зовут юля и если вы не со мной то обязательно подписывайтесь ставьте лайки оставить комментарии и следите за обновлениями сегодня у нас погода такая потепление небольшое до минус 15 вот и я приехала за хищником сегодня я собираюсь ловить щуку надеюсь порадовать вас загарочками поклевочками и рыбой так это все моя поклажа видите на прудике кто-то был сразу видны следы рыбачков спустились не смотря на мороз припотела но это временно конец так мои ставочки первая ставочка там под которую я забурю луночку сейчас вот такая вот ставочка а я обалдею от них просто нереально ну шо первая луночка проверим толщину льда так 15 оборотов такой сильный мороз лучше сразу ледобор закручивать обратно в лед потому что намерзли лучше вот так вот поставить и заниматься своими делами я сегодня есть живец плотвы сейчас я поставлю первую давайте плотву и живец естественно карася посмотрим что будет эффективнее так вот вешаю плотвичку нашу поводок у меня флюорокарбоновый скрутка 0 4 в 2 раза грузик 5 грамм небольшая глубина здесь совсем поэтому недолго опускалась все взвела и чтобы вот не замерзла моя ставочка я ее потом могла нормально если что снять лучше всего вот так вот немножко снежком присыпать потому что температура где-то я читала под снегом обычно температура которая под снегом у нас составляет где-то приблизительно 3 градуса плюса поэтому даже при сильном морозе если большой слой снега лежит на том кольду он не сильно намерзает здесь вот луночки были и здесь от лапки животных какая-то животинка ходила собирала видно живца которого оставляли может кто-то выкидывал что смотрела есть что-нибудь или нет двигаю для своей ставочки я от луночки вот это все дело так вот очищаю луночку вот так отлично живца будем использовать с вами карасик а сейчас я соберу свою вторую ставочку цепляем его за спиночку он дать все главное что шевелится это замечательно щука любит активную рыбу ну я могу сказать вам что лед на сантиметров пятнадцать не больше не сможет смотря на те морозы которые были но может двадцать но не такой прям я думаю может уже сантиметров тридцать будет не а и тут то было так здесь глубина тоже совсем небольшая совсем большая так дайте два оборота раз-два достаточно и нашу ставочку и 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 Какое-то приятное чувство, когда ты идешь по нетоптанному снегу, когда ты идешь там, где еще не ходил никто. Свежачок, ты первооткрыватель. Если лед не крепкий, то провалишься именно ты первый. Короче, ребятки, я большая умничка, потому что я уже все остановила. Сейчас я пойду на соседнее болото, попробую поблеснить. Я знаю, что на соседней луже может быть окунь, может быть щучка, и я хочу попробовать половить там. Пойдемте. И может быть кинем, кстати, с вами там пару вставочек. И сейчас я начинаю бурить себе луночки для того, чтобы поставить еще пять вставочек и потом половить на новенькие болом-сирчики. Субтитры сделал DimaTorzok. Попробуем и на плотвичку, и на карасика. Где-то карасик, где-то плотвичка. Я, правда, не запоминаю, но нам же главное что с вами? Получить удовольствие, увидеть поклевочку. Вот что самое главное. Такое ощущение, как будто там загар. Да, далеко, ребят, лежать. Сдалека, ребят, еле увидела флажок. А бежать вообще тяжело. Так-то далеко совсем. Как вы думаете, будет что или не будет? А? Выше ставки. Сейчас, хоп, идти по поводу и вымазка. Я тогда офигею. Не-не-не. Холостушка, наверное. Я думаю, можно уже проверять, потому что долго бежала. Если я уже что-то клюнула, и есть, но мне что-то кажется, что нет. Потому что особо... Есть. Есть. Ух ты. Ух ты, ребята. Ух ты. Ух ты. Ух. Ух. Блин, она недалеко даже от лунки отошла, понимаете? Иди к нам покажи. Ух, ё. Ребята. Там такой хавальник. Если оборвется, это пипец, ребята. Там хавальник. Вы не представляете. Вон башка, ребята. 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 Да вы гоните. Вы гоните, ребята. Не может быть, ребят. Ребята. Охренеть. Охренеть, ребят. Щука как-то не перегрызла. Посмотрите, какая она огромная, ребятки. Посмотрите. Она просто нереально огромная, ребят. Охренеть. На плоту. Эта клюнула на плотву. Первую ее поставила. Плотву. Давай, мать. Сейчас Юля тебя освободит. Конечно же, такую красотень-то отпустит. Ёпсель-матрёпсель. Сейчас отпустим тебя, мать. Подожди. Подожди. Дожди, дожди. Ну и такую красоту, конечно же, надо отпустить. Опа. Опа. Давай, давай, давай. Все, пошла целая невредимая. Вот. И клюнула на плотвичку. Большая щука, но не сильно сопротивлялась. Вероятно, всего, достаточно сильно ее здесь льдом прижимают, потому что водоем неглубокий. Может быть, ей хреново дышать. Так, ребят. Ну и сегодня я хочу, помимо жерлиц, попробовать порыбачить на балансиры. Смотрите, какие у меня красавцы появились. Кто следит не только за ютубом, но и за другими моими социальными сетями. Видел, я показывал, у меня появились новые рыбки. Это балансиры компании Рапола. Есть вот такие. Есть вот такие. Красивые. А вот. Ну-ка, что тут у меня еще? Вот такая вот натуральная расцветочка. Обычная удилка, я даже не помню, как она называется. Сейчас скажу вам. Конгер Нордик Б50. Лат 50 сантиметров она длиной. Экшн М. Так, балансирчики у меня щучи. Поэтому, в принципе, поводок может ни на что не повлиять. Вот этот вот карабин. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Так. Такая вот у меня получается штука. Ну и у меня уже забурены луночки. Сейчас выставлю немножко потуже фрикциончик. Пойдемте на нашу першую луночку. Ес. Сейчас уже они, наверное... У меня здесь камочка стоит. Оп. Видите, глубина. Оторвали чуть-чуть. Вот так вот поболтали. Нет, значит, переходим на следующую луночку. Уже, наверное, замерзла. Да. Ребята, сработка. Полная вымотка, это, конечно, у меня такое в первый раз. Чтобы полная вымотка была. Ух ты. Ух ты. Вау. Вау. Что-то хорошее явно. Ой. Ну, ребят, сегодня, конечно, поклевки редкие, но метки, да? Ох. Нормально идет, но немножко поддавливает. Я уверена, что сейчас тут на выходе начнет выпендривать. Посмотрите, сука, вымотала, ребят. Посмотрите, все вымотала. 15 метров вымотала, ребята. Это не смешно. Это нифига не смешно, ребят. Вымотала просто напрочь. Оп. Мать, ты там с ума сошла? Фу, сопротивляется. О. Все, сошло. Сошла. Сошла вместе с крючком, ребят. Обрезала. Обрезала. Здоровая в щукенце, вот это да. О-о-о-о, конечно. Ну что, я решила вот с плотвичкой сюда перестать. Кстати, походу, поклевочка была снова, ребят, на плотву. Так. Так. Делаю. Трис, ДВС, с половиной оборота, и все. Я, ребятки, поменяла балансирчик. Поставила все-таки меньше карабин. И поставила сам меньше балансир. Вот такой вот синенький с оранжевым брюшком. Это тоже рапало. Все-всего вообще поклевки происходят на опускании. На первых проводках. Долго тарабанить не стоит. Да и не получится куда-то маленькая глубина хитрого. Воля-неволя, но все цепляется. Хотелось бы, конечно, что-нибудь на балансирчик поймать. Есть, ребят! Есть, ребят! Смотрите, какой окунь! Ребята! Обалдеть, ребята! Обалдеть! Ребята! Это просто фэшн. Фэшн-оконь. Сейчас будем кушать. Пришло время. Уже вторая половина дня. А я еще без сала. А меня еще, ребят, смотрите, ухой угостили. Я сегодня нахожусь на рыбном хозяйстве, так сказать, щарка. Это платник. Многие белорусы знают его. И, получается, сегодня здесь празднуют крещение. Те, кто следит за мной в других социальных сетях, они уже видели у меня, ребята, обновочки. Нож ручной работы занимается производством мастерская ножей «Бворяк». Помимо того, что здесь при производстве использована офигенная сталь, здесь невероятно идет крутая заточка лезвия и ручка сделана из дерева. Но на самом деле, вы даже когда до нее дотрагиваетесь, вы не поймете, что она из дерева. Такое ощущение, как будто бы она сделана из камня. Она как бы типа залакирована или что, я не знаю. И вот мне еще дополнительно нож укомплектовали таким, наверное, как темляком это называется, с таким вот украшением. Мне очень приятно. Это очень здорово. И мне очень нравится, что он хорошо режет. Уважаю такие вещи. Если вы тоже хотите стать обладателем такого ножа, то обязательно переходите по ссылкам, указанным в описании. Потом когда-нибудь окажемся с ним еще в лесу. Теперь это будет мой постоянный спутник на каждой рыбалке. Меньше надо шлепать губа о губу. Давайте перейдем к делу. Будем пробовать уху, которую у меня угостили. Ребята, это реально вкусно. Вкусноть еще. Говорят, рыбу на рыбалке не едят. Но я думаю, что в честь праздника можно сделать исключение. Я надеюсь, что с таким ножом мне теперь даже не будет страшен кабан в лесу и медведь. Честно говоря. Сейчас я поменяла место дислокации своих жерлечек. Подождем, может быть, что-нибудь еще возьмет. Ну, блин, видите, прям так, чтобы активно плевать не хочешь. Но мы постараемся еще хотя бы одну рыбку взять с вами. Под конец дня еще один загарчик. Вымотала, но не так сильно, как в прошлый раз. Еще осталось. Сейчас посмотрим. Может. Нифига. 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 Что она там делает? Выкручивала? Может, я ее напугалась? Ой, тяжелая. Ой, боюсь, все оборвется опять. Срежет. Тяжелая, ребят. Пипец. Снова большая. Хорошая. Идет вот, сама ведет сюда. Потом копы сразу. Но я буду ее туда-сюда гонять. Чтобы она немножко устала. Чтобы потом ее спокойно сюда. Достать. Флюрокарбоновые поводки, неметаллические. Попадет на зуб, все. Рыбы нет. Понимаете? Все, что ли? До свидания? Нет, рыба есть. Я даже не увидела голову, ребят. Она, походу, поперек просто тупо встала. Я поэтому даже не смогла увидеть. Что там? Ага, во. А теперь сейчас будем смотреть. Уже почти достала ее. Почти вышла башка. В этой лунке была поклевка два раза. Здесь стояла большущая плотвища. И вот еще клюнула на плотво. Давай, мать. Она меньше, чем та. Но все равно. Я боюсь ее брать нахрапом. Красота ты моя. Боюсь брать нахрапом ее, потому что она мне уже обрезала здесь один поводок. Это та же самая лунка. Птичь моя красота. Хорошая. О, ребята, это Алис. Посмотрите. Здесь живет рыба, которая ее пыталась есть. Ее. Красота. Ну, килограммчика на два с половиной потянет. Красотка. И мы нашу раненую, пятнистую тигрицу, раненую не нами, а другой щукой, отпускаем домой. Домой. Уже. Класс. Ну что, курочка, попалась еще одна. У меня сегодня нету такого, чтобы взять по максимуму. Мне нафиг не нужны там 20-30 щук, знаете, чтобы я вот так вот веером держала рыбу у себя в руках. Мне хватает того, что я просто рыбачу. И это офигенно, что я сегодня подержала уже две таких замечательных рыбы в руках. Плюс у меня уже были поклевки. Плюс я еще раз ловила балансир. Это просто невероятно круто. И уже скоро пора собираться домой. Вот. Рыбалка мне сегодня понравилась. Чувствуется, что уже потепление к нам в Беларусь приходит. Вот даже сейчас мне уже совсем не холодно. Хотя, может быть, я просто набегалась. Сегодня я рыбачила на щарке. Вот. Кому нравятся такие видосики, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте ставить дизлайки, кто хочет. Оставлять комментарии и следить за обновлениями. Друзья, всем не хвастай, не чешуи. Вот таких вот рыбалок офигенных. Пока. Продолжение следует...